Сегодня в выпуске. Радий Хабиров поручил главам районов проинспектировать фельдшерские пункты. В Башкирии ДТП становится меньше, но число погибших на дороге увеличивается. И житель Салавата создал дизайн уникального спорткара. Автомобиль будет продаваться за 2 миллиона евро. Здравчас – новое форма совещания, которое будет проводить Радий Хабиров с главами районов и представителями здравоохранения республики. Теперь главы будут отчитываться о состоянии медицины в районах и высказывать свои предложения по улучшению ситуации в целом. Одна из ключевых проблем – нехватка врачей в районах. Исполняющий обязанности министр здравоохранения республики Рафаэль Епаров предложил на основе целевого обучения создать студента медицинского университета привлекательные условия для работы в районных больницах. Каждый глава муниципального района, каждый главный врач может непосредственно на любом курсе, при поступлении, а на любом курсе, завершающем медицинского университета, заключить договор, в котором прописать четкие условия. То есть муниципальный район дает стипендию, муниципальный район обеспечивает дополнительное обучение, муниципальный район компенсирует аренду жилья и так далее. Подобное на период обучения. Но взамен целевик должен как минимум три года отработать. Причем это все в договоре предусмотрено. Ради Хабиров поддержал инициативу министра и поручил разработать типовой договор целевого обучения, который будет юридически грамотно оформлен и будет защищать интересы как студентов, так и интересы глав районов. Главы должны получить несколько вариантов. То есть цифры они сами проставляют. Дайте им договор один такого, условно говоря, полного содержания, вид, да, что как придешь, мы тебе там квартиру, землю там и так далее. Но это глава уже сам потом. То есть юридическое оформление договора, типового, нескольких видов договоров, главы должны получить. Но единственное, Арфейд Ильич, у меня какая просьба? Вот тот план, который вы спускаете, вы кровью возьмите подпись у главы. Пусть глава сперва посмотрит его. Еще одна из проблем – состояние фельдшерских пунктов. Из 2064 таких пунктов 49 находятся в аварийном состоянии, а 613 требуют капитального ремонта. Ради Хабиров поручил главам проинспектировать все фельдшерские пункты в своих районах. У меня просьба, уважаемые главы, найдите, пожалуйста, в вашем графике. Вот когда вы заезжать будете, вы же все равно ездите по районам, да? Вы тогда заезжайте туда. Все равно ваш приезд туда, это даст и некую такую, знаете, поддержку этим людям. Хоть с ними пообщайтесь. Вообще это очень полезно, на самом деле, с ними пообщаться. Они вам о состоянии здравоохранения на привычном уровне расскажут. Во-первых, вы сами своим взглядом хозяйственника посмотрите. Может быть, действительно, как Рафаэль Галерьевич говорит, где-то покрасить, где-то подмазать. А может быть, где-то вообще там дров подвести, если такая история. Поэтому вникните сами, пожалуйста, в эту историю. Мы этим будем постоянно и на долгую перспективу работать. Вникать главам придется быстро. Уже к следующему совещанию они должны предоставить информацию по срокам устранения проблемы. Давайте вот сейчас примем решение. Ну, не назову сейчас дату. Вы к следующему здравчасу, просто в качестве доклада, вот это прямо к следующему. Назовите мне дату, к какому моменту у нас не будет аварийных ФАПов. Это может быть год, я не знаю, может быть два года. Но чтобы мы это отфиксировали и ясно понимали, что вот к этой цели мы идем. Также на совещании обсудили перспективы развития санатория Янгантау, строительство новых корпусов и улучшение качества услуг. Здравчас – не разовая встреча. Такие совещания, посвященные медицине, будут проходить раз в неделю в Доме Республики. Глеб Безбородов, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. С января по октябрь в Ашкирии произошло более трех с половиной тысяч ДТП. Это на 4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Однако отмечается рост количества погибших в авариях. Погибло почти 60 человек. Это очень много, поэтому задач очень много, которой предстоит надо уходить на уровень смертности, как во всех европейских странах. Каждый третий погибший – пешеход. Всего под колеса автомобилей попали более тысячи человек. 40% случаев виноваты пешеходы. В городах Республики такие моменты ДТП попадают в обзор камер компании Уфанет. Наш дорожный обозреватель и ведущий передачи «102 Рус» Марат Ганеев рассказал о некоторых из них. Одним из ярких примеров является авария, которая произошла на пересечении улицы Невского и Первомайской, когда пешеход, ну, явно в состоянии алкогольного опьянения, начал переходить дорогу на красный сигнал светофора. И в этот момент на огромной скорости его сбивает иномарка, которая, в принципе, ехала на зеленый. Похожая ситуация произошла в Стеритамаке, когда тоже пешеход начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, уже почти перешел дорогу, и в этот момент его тоже сбивает автомобиль. Как раз-таки в момент смены сигналов светофора, и, к сожалению, оба пешехода в этих случаях погибли. Практика показывает, что зачастую водители не пропускают людей на дороге. Решить эту проблему можно, установив на пешеходных переходах специальные камеры. Они фиксируют нарушения ПДД автомобилистами. На 18 пешеходных переходах поставили. Допустим, возьмем улицы Коммунистическая, Мусатая-Карим, вот так скажем, перекресток. Вот там же есть пешеходный переход. Мы, допустим, там вот поставили и начали отправлять кредитации за нарушение права дорожного движения. Напомним, вопрос о смертности на дорогах поднимался на оперативном совещании в Доме правительства республики. Еще месяц назад. Тогда Ради Хабиров раскритиковал работу Башкирского управления ГИБДД. Ведь в майских указах Владимир Путин поставил цель – к 2024 году сократить смертность в результате ДТП. На 100 тысяч человек – 4 погибших. В Башкирии этот показатель пока только растет. Рустам Нурейшев, Александр Кузнецов, Городской телеканал ЮТВ. Владимир Сербков стал лучшим предпринимателем года в сфере сельского хозяйства. На пути к этой победе ему пришлось преодолеть немало трудностей. Особенно сложно было в начале. Кредит не давали, людей не было, потому что никто не верил. Сейчас у Владимира полторы тысячи гектаров земли, 300 голов скота, а совсем скоро откроется цех по переработке зерна. Здесь надо отдать должное коллективу, который со мной работает, семье, которая терпит. Нам еще предстоит очень много работы сделать, чтобы еще выше стать. Всего на конкурс «Предприниматель года» поступило 102 заявки. Лучших определили также в сферах производства, оптовой и розничной торговли, внутреннего туризма, консалдинговых услуг для бизнеса. Предприниматели, подавая заявку на конкурс, они хотя бы сами до конца осознают, что они из себя представляют. Потому что мы просим достаточно много показателей, а мы, говорят, этого никогда не делаем. То есть им помогает делать анализ того, что они делают. И действительно они работают для души только, или все-таки зарабатывают какую-то прибыль? Помимо торжественной части у предпринимателей была возможность обменяться опытом и обсудить насущные проблемы, которых, как оказалось, немало. Основная из них, по мнению Алексея Щербатского, это позиция руководства муниципалитетов. До сих пор целевые показатели, по которым оценивается работа муниципалитетов, они настолько мало тянут предпринимателей, что главам не очень интересно помогать тем, есть чем заняться более важным. Дальше. Все-таки далеко не все налоги, которые предприниматели зарабатывают, идут именно в муниципалитет. А раз они идут не в муниципалитет, районы не так интересно поддерживать. Поговорили на вручении премии о перспективных направлениях. И по мнению исполняющей обязанности вице-премьера правительства Башкирии Ленара Ивановой, будущее за социальным предпринимательством. Это все, на самом деле, при правильной политике государства, будет просто пышным цветом расцветать. Получается, в итоге выигрывают все. Муниципалитет получает налоги, люди получают работу, люди, которые нуждаются в услугах, получают эти услуги. И все же, по мнению участников республиканского конкурса «Предприниматель года», стать успешным бизнесменом в наше время непросто, но возможно. Ну, что надо делать? Работать, работать, если свои идеи есть, продвигать, не стоять на месте. То есть сейчас и кредиты дают, и все возможности. То есть государство всячески помогает. Просто надо подхватиться и начинать работать. Заработал там, например, 100 тысяч сегодня. Ты не должен бежать в магазин и покупать себе, я не знаю, машину какую-то или еще, а ты должен развивать бизнес. Вот тогда он будет у тебя развиваться. Предприниматель должен быть юристом, психологом, адвокатом. И, вы знаете, очень много всего. Вообще, мне кажется, что бизнес – это такая штука, что индивидуально. Никогда никому не дашь советов. Анастасия Ходик, Глеб Безбородов и Руслан Габидулин. Городской телеканал ИЮТВ. Экзамены есть не только у школьников и студентов. Свои знания проверяют и те, от кого зависят жизни других людей. Сотрудники Управления гражданской защиты свою аттестацию проходили в несколько этапов. Первый из них – спасение человека, попавшего в автомобильную аварию. Один пострадавший, проникающий в ранения брюшной полости, народное тело. По легенде, легковой автомобиль столкнулся с трактором. Железная арматура тяжело ранила пассажира. Задача спасателей – извлечь его за максимально короткое время. Самое главное при аварии – безопасность как спасателя, так и самого пострадавшего. Поэтому в спасательной операции участвует целая группа специалистов. У каждого из них своя роль. Первым в кабину попадает врач. Его задача – обследовать пассажира и определить тяжесть ранения. После оказания первой помощи спасатели срезают крышу машины гидравлическими ножницами. Извлекают пострадавшего. Профессионалы оперативно справляются с тяжелыми случаями. Но иногда оказать помощь могут и активиться аварий. Встали, включили аварийку, оценили обстановку. То есть видите, что требуется помощь спасателей. Медиков вызываете по телефону 112, звоните. Описываете точно, кратко и ясно место и ситуацию, которая случилась. Пострадавший находится в автомобиле. Ни в коем случае его не трогаем, не извлекаем. Извлекаем в каких случаях? Когда есть явная угроза пострадавшим, либо участникам, которые принимают спасательные операции. То есть это возгорание, это утопление автомобиля, это опрокидывание автомобиля. То есть есть возможность куда-то укатиться ему дальше. В обязанности спасателей входит и ликвидация последствий химической аварии. Это второй этап аттестации. На этот раз, по легенде, произошла разгерметизация цистерны с хлором. Группа спасателей прибывает на место аварии и надевают защитные костюмы. Для того, чтобы восстановить давление в цистерне, используют пневмопластырь. В зараженной зоне разрешено находиться лишь в специальной закрытой одежде. Если все-таки произошел контакт воздуха с кожей, необходимо принять срочные меры. Покинуть опасную зону, уйти в безопасную зону. Опять же вызвать бригаду скорой помощи, вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они отцепили это место. Если есть вода, умыться первым напередом. Дождаться скорой помощи в безопасном месте и дальше обратиться к нему за помощью. Чрезвычайные ситуации случаются не только на суше, но и на воде. Это третий этап экзамена для спасателей. С появлением первых морозов наступает время людей, которым нравится испытывать судьбу. Иногда это кончается трагедией. Как вести себя на тонком льду? Услышали треск льда, сразу лучше лягте. И не бежим, а лежа ползком аккуратно в обратном направлении возвращаемся к берегу. Начнем с такой ситуацией, что вы провалились. Как себя вести? Руки близко не ставим, ставим опять широко. На лед таким движением как бы выпрыгиваем. Выползли, тихонечко выползли. Опять же не встаем на лед. Несколько кувырков, 2-3 оборотов в ту сторону, откуда вы пришли. И после этого тихонечко ползком возвращаемся к берегу. Помогать человеку, который провалился под лед, можно лишь при полной уверенности в своих силах. Подходить близко к тонущему нельзя. Минимальное расстояние должно составлять 2 метра. Чтобы вытащить человека из воды, бросьте ему канат или веревку. Если вы не можете самостоятельно вытащить пострадавшего, дождитесь помощи спасателей, поддерживая тонущего на плаву с помощью троса или палки. Так вы сможете сохранить жизнь человеку, не будучи специалистом. Андрей Шаригин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Ножи, часы, стулья и даже ручки для сковородок. Это не полный список того, что создает своими руками самородок из салавата. Дмитрий Лазарев не так давно стал популярен в интернете. В социальных сетях начало появляться все больше и больше информации о дизайнере и его творениях. Но главный его проект – автомобиль. Я с детства любил рисовать. Была большая тяга что-то придумывать. И когда появился компьютер, я освоил программу трехмерного моделирования. Поначалу я делал машины по чертежам, но позже я подумал создать свой автомобиль. И вот создал, назвал Влада Рейвен. Я хотел, чтобы он был более реализуем в жизни. И, собственно, поэтому я его, наверное, делал года три. Шестилитровый двигатель V8 с четырьмя турбинами. Карбоновый кузов, мощность силового агрегата – 1325 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 2,47 секунды. А максимальная скорость превышает 400 км в час. Но сам автор предполагает, что лицевая часть автомобиля привлекает не меньше его внутреннего содержания. Лично мне нравились оранжевые линии по крыше, но их, к сожалению, убрали. Боковая часть мне нравилась в воздухособорнике. На самом деле я вообще не ожидал, что будет такой эффект. То есть я нарисовал цифровую модель, сделал какие-то картинки, выложил в сеть. И я даже не подписался, потому что, ну, я не думал, что будет какая-то, кто-то будет пытаться выйти со мной на связь или что-то такое. Я закинул модель в сеть, и каким-то образом люди все-таки пытались найти меня. И один из этих людей был Маркус, который написал мне. Его проект приглянулся австрийскому гонщику «Формулы-2» Мартину Фуксу. Он выкопил права на стилистику, и тем самым «Лада» превратилась в «Милан Ред». Дмитрий сделал цифровую версию трехмерной модели, а уже в Австрии технически доработали модель дизайнера и создали полномасштабный макет. К концу 2019-го, начало 2020-го года планируется создать реальный прототип. Я не отталкивался от российских автомобилей. Я не думаю, что вообще мой концепт похож на российский какой-то. Просто, когда я ее создавал, то есть я видел, как другие дизайнеры рисуют там «Ламборгини», «Ауди», «Феррари». А я очень редко видел «Ладу», что кто-то рисовал «Ладу». Я подумал, я с Россией, я рисую, значит, пусть будет «Лада». Когда вот начался какой-то спрос, я такой думал, если кто-то будет строить, я хочу, чтобы он был такой доступный, чтобы каждый желающий, кому понравится, мог его приобрести. Но в Австрии, когда сделали все, посчитали, и они вынесли ценник чуть больше 2 миллионов евро. Сейчас Дмитрий работает над интерьером автомобиля, но раскрывать все секреты пока еще рано. Приблизительная стоимость спорткара чуть больше 2 миллионов евро. Предзаказ сделали уже 18 человек. Всего будет выпущено 99 автомобилей. Моделирование я начал заниматься с лет 17-18. Тогда я делал только вот всякие предметы, которые уже существовали. Я дома делал и ножи, и фонарик. Пытался по чертежам машины делать. А дизайном я уже увлекся, наверное, лет 20. Мне тогда поступил заказ. Один парень из Китая, он там пытался сделать производство часов, компьютерных мышек, ну и всяких таких гаджетов для айфона. Вот. И тогда я попробовал себя в роли дизайнера. Человеку понравилось, мы продолжили с ним сотрудничать. И так постепенно я развивался в этой сфере. В дальнейшем у дизайнера грандиозные планы на будущее. И это не только любимицы гонщиков. Дизайнер поделился с нами своими творениями. В его ассортименте множество работ. От мебели до самолетов. В общем, человеческой фантазии нет предела. Дмитрий признается, город Салават – это его зона комфорта. Переезд в страну, где создается что-то новое и необычное, он пока не планирует. Дарья Яким, Александр Семенов, Сергей Столяров. Городской телеканал ЮТВ. За четыре дня в Уфу высадился целый десант из спортивных титулованных команд. Московский «Спартак», гонбольные «Чеховские медведи» и теперь волейбольный «Зенит» из Казани. Этим летом «Белосиних» покинул Педро Леон, главная звезда «Зенита». Ему на смену пришли Эрвин Гапет и главный волейбольный «Ньюсмейкер России» Алексей Спиридонов. Кроме них в составе казанской команды целая россыпь топ игроков – Будько, Михайлов, Андерсон. Во главе лучшей команды мира – Владимир Олегна. Он привил Казани менталитет победителей. Скажу так, что если ты хочешь выиграть, тебе надо выиграть три сайта в любом случае. Не важно какой это будет, первый, второй или третий. Надо выиграть всегда три. Противостояние Уфы и Казани в любом виде спорта всегда наполнено разными эмоциями. Недовольство Даниэля Баньоли, разочарование Черейского и радость казанской команды. Таким был первый сет. Урал уступил его со счетом 18-25. Уходили все время, как всегда, за счет подачи. Мощная подача, а так-то по игре все ровно было. Еще раз говорю, не так все радужно у нас, как хотелось. Во втором игровом отрезке команды шли ровно до конца сета. Победное очко на счету Максима Михайлова. Блок казанцев в этой встрече, в прямом смысле слова, был на высоте. Не хуже шли дела и у группы атаки. В третьем сете «Зенит» оторвался на шесть очков и довел сет и игру до победы. Эта команда «Казан» должен играть лучшие игроки. Еще Вольвич. Следующим соперником уфимцев станет «Локомотив» из Новосибирска. Игра состоится 18 ноября. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Многоквартирный аварийный дом по адресу Уфимское шоссе 4 расселит в ближайшие шесть месяцев. Проблемы с жилым зданием начались три года назад. Тогда, в 2015-м, аварийными признали первые и второй подъезды и жильцов расселили. По поводу третьего и четвертого было все неоднозначно. Городские власти отказывались признавать эту часть дома опасной для проживания. Только после вмешательства прокуратуры Октябрьского района Уфы мэрия признала их аварийными. Однако, несмотря на заключение экспертов, по которому дом требовалось демонтировать в ближайшее время, мэрия определила сроки расселения до 2023 года. С таким решением не согласились не только жильцы, но и прокуратура. Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало от городского муниципалитета расселить дом в ближайшие полгода. Полицейские разыскивают подозреваемых в разбойном нападении на одну из заправочных станций в Уфимском районе. Трое налетчиков в масках с оружием и битами ворвались в здание АЗС и стали угрожать кассиру пистолетом, наносить удары битой и требовать отдать выручку. Однако работник магазина успел нажать тревожную кнопку. Налетчиков спугнула подъезжающая машина. Они скрылись с места преступления. Если вы владеете информацией о данном преступлении или местонахождении налетчиков, просьба сообщить в полицию по короткому номеру 02. Из Уфы в Израиль можно будет долететь без пересадок. В канун Нового года запланирован первый чартерный рейс из столицы республики в израильский аэропорт Овда. Полет будет осуществлять авиакомпания «Нордвайнд». В дальнейшем частота полетов составит один рейс в 10 дней. Авиакомпания задействует воздушные судна типа «Боинг-737-800», рассчитанные на 189 пассажиров. Перелет займет всего 5 часов в одну сторону. Отметим, аэропорт Овда находится недалеко от курортного города Эйлад. За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 6 аварий, в которых 7 человек получили травмы. Утром в столице республики, на улице Тухвата-Янаби, 41-летняя Уфимка за рулем Рено Логан, по предварительной информации, выезжая с дворовой территории, оказалась перед Volkswagen Polo, который влетает в нее на полном ходу. В результате ДТП водитель Рено и ее 12-летний сын обратились за медицинской помощью. А следующая авария, косвенной причиной которой стало нарушение правил дорожного движения другими водителями, и которые, кстати, не пострадали, демонстрируют то, к чему может привести банальная невнимательность. После того, как загорается заврещающий сигнал светофора, две легковушки все же выезжают на перекресток и не успевают его проехать, тем самым перегораживают движение в поперечном направлении и обзор вишневой малолитражки. В этот момент с другой стороны, объезжая нерадивых водителей и не убедившись в безопасности маневра, в нее влетает белый седан. А те, из-за кого возникла эта ситуация, спокойно уезжают по своим делам. Редактор субтитров А.Семкин